Но они все равно в меня попадают ракетами, сразу три килла, ребята, три Катюши уничтожил, было круто! Ребята, у меня тут просто толпа кобр, а там уже начинают ехать титаны, это, конечно, просто полная жесть. Ребятки, всем здорова, с вами, как всегда, Артимен, мы в игре Хисус Стилл, здесь начался один из моих любимых ивентов, называется он Будь Боссом, ребята! Да, сегодня мы с вами поиграем за самых крутых и самых сильных боссов нашей игры. Короче, ребятушки, сегодня мы с вами прокатимся на двух или трех самых крутых боссов игры Хисус Стилл. Да, это босс Созерцатель, босс Повелитель, я его сразу открываю, и, конечно же, можно еще поиграть на боссе Гонеца. Начинаем с босса Созерцателя, самый последний босс, к сожалению, Тарантула здесь нет, за него нельзя поиграть, хотя очень хотелось бы, ты подпишись, поставь лайкос, начинаем! Вот он, ребята, вот он босс Созерцатель, да, ребята, как вы знаете, его вообще апнули жестко. У него теперь мощная атака, и, собственно, здесь у него тоже достаточно мощная атака. Ну, посмотрим, на что он способен, насколько я знаю, ребята, здесь. В этом режиме, по-моему, он, ну, не очень сильно способный. Да, здесь идут волны, ребята, волны противников, сейчас идет волна Джокеров. Так, аккуратненько здесь, главное, всегда подлетать. Подлетать и атаковать всех, кто находится у нас снизу. Так, он каждый раз меняет направление своих лайдеров, поэтому, ребята, нужно попадать. И, посмотрите, одно попадание лайдера, это просто пока что один килл. Прикольно. Так, ладно, давайте, давайте дальше. Поднимаем, поднимаем. Блин, я немножко опустился. Так, короче, да, боссов перебалансировали. Теперь у них много жизней, много хпшек. Ну, по крайней мере, не знаю, в этом ивенте стало ли у них больше хпшек. Раньше, ну, точнее, во всех остальных режимах выживания и тому подобное, теперь боссы стали гораздо-гораздо сильнее. У них стало, как минимум, больше жизней. Так, ребята, ладно, погнали дальше. У нас идет вторая волна на Созерцателе. Итак, здесь у нас уже идут Фениксы, ребята. Фениксы против нас. Аккуратненько. Так, 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 подлетаем, подлетаем. Пробуем атаковать. На! Отлично. Так, Феникс, ребята, это очередная волна. Да, все, отлично. Так, этого уничтожаем, ребята. 125 очков у меня уже есть. Так, большая проблема, ребята, Созерцателе в том, что там будет волна, который танков, которые умеют стрелять в небо своими самонаводящимися ракетами. Да, волна Атласов. Вот это будет полная жесть, потому что сейчас у нас идет волна, ребята, Титанов. И мы, конечно же, легко с ней расправляемся. Так, аккуратно. Давай. Да, ребята, кстати, плохо видно. Плохо видно всех противников, которые находятся снизу. Надо прям опускаться вниз, чтобы увидеть землю. Так, ладненько. Ну что, мы прошли, ребята, вторую волну. Здесь у нас были Титаны в самом конце. И у нас идет третья волна. Третья волна. Катюши на нас едут со всех сторон. Так, ну, отлично, ребята. Да, справляемся, справляемся. Еще, еще, еще. Да, хо-хо. Супер, давайте дальше, давайте дальше. Атакуем. И Катюши, блин, жестко. Они в меня своими ракетами попадают. Так, надо быть аккуратнее, ребята. Пытаюсь, конечно, лететь как можно выше, но они все равно в меня попадают ракетами. Сразу три килла, ребята. Три Катюши уничтожил. Было круто. Вау. Так, у меня уже, на самом деле, меньше половины хпшек. Это, если честно, очень не очень. Да, это, ребята, очень плохо, я бы сказал. Но пока что справляемся. Так, четвертая волна врагов подходит. Уже четвертая волна, вы прикиньте. Так, надо быть аккуратным. Надо реально быть аккуратным, потому что уже четвертая волна. И это у нас кто? Мне кажется, это... А, ребята, это жнецы. Фух, я думал, ребята, это будут атласы. Нет, пока что еще не атласы. Пока что еще обычные жнецы. И это очень хорошо. Это пулеметные танчики. Они не умеют стрелять наверх. И мы их спокойно можем убивать, находясь, собственно, на высоте. Да, три килла. Кстати, опять три килла сразу получилось сделать. Так, это у нас четвертая волна. Да, по-моему, на пятой волне начинаются атласы, от которых, по-моему, вообще Созерцатель не может увернуться. Посмотрим, сможет ли он это сделать сейчас. Но... Да, ребята, пятую волну, собственно, нет, четвертую волну мы прошли. И вот она, вот она сейчас начинается. Да, сакральная пятая волна, ребята. Здесь очень много противников. И именно атласы. Вот они, самодаводящиеся ракеты. Давай! Уу! Не успел, ребята. Просто не успел ничего сделать. Только одного, одного противника я успел уничтожить. А остальные меня просто закидали своими ракетами. И, собственно, мой танк, точнее, босс Созерцатель был быстро, максимально быстро уничтожен. Да, ребята, Созерцатель, хоть и крутой босс, имеет мощную атаку. Но вот эти вот танчики атласы с самодаводящимися ракетами уничтожают его очень быстро. Итак, следующий босс у нас, ребята, Повелитель. Отправляемся на нем. Так, ну что, если вы забыли босса Повелитель, то это у нас летающая тарелка, ребята. Это летающая тарелка, которая реально круто. Кстати, он реально очень мощный. Атакует всех своим лазером. Прикол в том, что когда он выпрямляется, то вообще отлично будет атаковать любых, кто к нему подходит. Это, кстати, очень-очень круто. Кстати, да, лазер у него реально супер мощный. Только надо найти правильный угол, чтобы легко было попадать по противникам. Отлично. Так, у нас Джокера. Мы их отлично тоже выносим. Да, ребята, ну вы просто видите лазер. Лазер Повелитель, он просто смертоносный. Он капец какой жесткий, ребята. Прямо это видно. Так, правда, да. Надо, чтобы противники находились где-то поближе. Давайте подойдем чуть поближе. Чуточку поближе. В принципе, в принципе, Повелитель должен победить Атласов, которых не смог победить босс-созерцатель. Потому что он может издалека атаковать лазером, пока ракеты не будут по нему лететь. Получится у меня или нет, я, честно говоря, не знаю. Вот сейчас с вами и проверим. Получится у меня это осуществить. Либо же вообще ни в какую не получится. Так, аккуратненько, аккуратненько. Вот они, это Феникс, ребята. Да, уже Фениксы вовсю здесь летают. Так, я стараюсь, конечно, быть максимально аккуратным, чтобы их победить. Давай. Да, отлично. Так, это был... Это Феникс, ребята. Это первая половина этой волны. Вторая половина это Титаны. Опа-на, взлетаем. Да, конечно же, взлетаем. Иначе нам будут капец сколько много урона наносить. Капец, как жестко он своим лазером всех уничтожает. Обожаю, ребята, этот режим. Хоть и здесь боссы, на которых я уже раньше, ну, играл много раз. Но, капец, как мне нравится в этом режиме играть повторно. Потому что, ну, надо за боссов поиграть. Это реально что-то новенькое. Это реально что-то интересное. Такого ты не увидишь за боссов поиграть. Это реально супер весело. Так, Катюша, 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 Катюша. У них ракеты летят вверх. Это большая проблема. Надо, конечно, не попадать под их залпы. Видно, что у меня, кстати, по-моему, стало реально много жизней. Так, 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 так. Отлично. Так, все, уничтожаем, уничтожаем. Там целая просто армада, ребята. Армада. Катюш едет на меня. Пытается атаковать очень жестко. Давай. Давай, давай, давай. Блин, ребят, не могу. Не могу убить ту нижнюю. Надо, собственно, отлететь. Тогда только получится. Так, 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 так. Все, пытаемся. Давай. Да, все, это уничтожили. Отлично. Бунтующую Катюшу уничтожаем. И, блин, они в меня жестко попадают. На самом деле, у меня вот с них очень плохо получалось уворачиваться. Ну, вот прям очень-очень плохо получалось уворачиваться. Надеялся, что получится. Но нет, ребята, как-то получилось не очень. Так, ладно, у нас следующий босс, ребята, Жнец. Босс, Жнец, точнее, не босс, а волна. Волна. Это у нас обычные танчики, на которых мы обычно с вами играем в игре Hills of Steel. Ну, а теперь, собственно, я. Я пытаюсь на них играть и что-то с этим всем сделать. Пока что получается, как видите, вот как-то так. Так, ну, ребята, ладно. Окей. Я попытаюсь на повелителей побить крутой рекорд. Сделать крутой рекорд. Вот у нас, кстати, рекорд на созерцателе 410. В правом верхнем углу вы это видите. На повелителе уже 366. Так, ну, надо быть очень аккуратным, потому что хпшки все-таки очень быстро убывают, как вы можете заметить. Так, так, блин, да, ребят, вообще не получается. Надо быть еще более аккуратным. Так, 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 давай. Да, все, отлично, ребята. И вот она. Вот она эта волна, ребята. Волна, где нас будут жестко атаковать именно сами Атласы, ребята. Я попытаюсь их вот так вот уничтожать под таким углом. Лазер как раз ровно смотрит на Атласов. Так, так, так. Главное, чтобы он не запускал в меня свои ракеты. Тут 10, ребята. 10 Атласов. Это просто жесть. Проблема в том, что у меня очень долгая перезарядка. Да, ребята, моя перезарядка на этом танке вообще оставляет желать лучшего. Она прям реально очень долгая. Пока они тут доходят, приходится реально очень часто вот так вот начинать заново ждать, пока перезарядится перезарядится мой лазер. Но пока что я более-менее уверенно с ними справляюсь. Так, четвертый, ребята, Атлас. Уничтожаем четвертого. Отлично. Так, это идет пятый у нас по счету. То есть всего 10, ребята. Всего 10. И в принципе пока что я справляюсь. Главное не попадать под их ракеты. Так, 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 так. Держимся на расстоянии. Держимся. Да. Получается отлично. Жалко, что очень долгая перезарядка лазера у собственно повелителя. Иначе, конечно, бы я действовал гораздо быстрее. Так, Атласов мы вроде неплохо уничтожаем. Справляемся. Так, отлично. Отлично. Пока что все выходит. Так, это у нас был, ребята, восьмой. Остается два. Два Атласа. Но там начинается следующая волна. А следующая волна это кто? Это, походу, Тесла, ребята, да? Да, это Тесла. Тут даже подлагивает, ребята. Это значит, что спавнятся Теслы. Так, ну а как мне спрятаться от Теслы, я, честно говоря, вообще не знаю. Они же, ребята, постоянно атакуют своим электрическим лучом. Как от них прятаться? Я вообще без понятия. Так, ладно, уходим. Уходим, ребята. Я не знаю, как от них прятаться, потому что они очень жесткие. Они, ну, как минимум, супер быстрые, ребята. Поэтому вот, у меня уже конец карты Тесла, меня начинают догонять. И сейчас они меня, конечно же, помимо того, что догнали, будут жестко уничтожать. Так, давайте-ка, давайте-ка, да. Так, ребят, я пока держусь. Я пока держусь, но у меня очень долгий перезаряд моей энергии. Они меня просто пытаются продавить, пытаются сломать оборону моей базы. Ну, в принципе, они это сейчас делают, потому что у меня уже закончаются хпшки. Нет! Все, нету, ребята, хпшек нету вообще ничего. И да, ребята, Тесла меня уничтожает. Всего 6 волн. 6 волн я смог пройти. Конечно же, я побил рекорд созерцателя. Я набрал 557 очков. Вот такой получился результат. Собственно, от танчиков Атласов он пройти может. У нас босс-поведитель. Повелителю становится очень мега тяжело. И он дальше не может их побеждать. Не хватает урона, не хватает перезарядки. Ну что, давайте возьмем, конечно, наш самый сильный танк в этом режиме. Это гонец Ады, ребята. Вот он сможет пройти вообще всех. И все, всех и все, ребята. Это в прямом смысле. У нас, кстати, карта попалась именно пустынная. Прикольно, что здесь теперь разные карты. Да, они будут чередоваться, я так понял. Ну, короче, это прикольно, в принципе. Так, ну, собственно, нам здесь ничего сложного вообще. Просто стоять вот так вот и в линию из пулеметов атаковать всех-всех, кто на нас едет. С этим, собственно, этот босс умеет справляться отлично. Да, гонец Ада с этим справляется идеально, ребята. Идеально он для этого просто реально создан. Так, ладно, ждем следующих. Это у нас кобры едут. Они, собственно, едут все очень медленно. На самом деле было бы круто, если бы они еще с толпой поехали. И я бы тогда быстро эту волну бы закончил. Так, ну, конечно же, они у нас толпой не едут. Уничтожаем их даже вне зоны видимости. И у нас начинается вторая волна, ребята. Собственно, этот босс, этот вертолет может пройти вообще все уровни без каких-то напрягов и проблем. Итак, я заканчиваю волну аракнидов, после которой начинается самая жесткая волна, ребята, где танки на максимальном уровне. Вначале идут кобры, а потом титаны. Посмотрим, какой рекорд у меня получится поставить на этот раз. На, собственно, боссе гонец Ада. Это просто мега жесткое что-то будет, я уверен. Давайте посмотрим, как у меня получится в этот раз, потому что я не знаю, как челы делают вообще тысячу кубков, тысячу очков в этом режиме. Собственно, вот, вот, ребята, девятая волна началась прямо сейчас. Начинается самая жесткая жесть. Вот они, эти танки. Они самые очень сильные. Просто всю-всю перезарядку надо тратить на них, чтобы их уничтожить. А это, как вы понимаете, очень мега жестко. При этом они, конечно же, начинают меня атаковать. Так, приходится уже, уже немножко менять, собственно, траекторию. Так, они что-то очень жестко врываются. Так, аккуратно, аккуратно. Давай, 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 давай. Отлично, отлично. Так, ребята, пока что тактика такая. Просто над ними наклоняться и пытаться атаковать на максимум. Так, отлично. Пока что у меня неплохо справляются. Это обычные кобры, ребята, но у них куча просто жизни. Смотрите, они бесконечно меня атакуют. У них очень много здоровья. Просто очень сильная атака. Так, десятая волна начинается. Что? Там уже, ребята, титаны. Вы что, серьезно? Я еще с этими не закончил? Жесть. Ребята, у меня тут просто толпа кобр, а там уже начинают ехать титаны. Это, конечно, просто полная жесть. У меня просто не хватает, ребята, перезарядки на них и всех, чтобы их успеть уничтожить. Давай, 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 давай. Так, последняя, ребята. Последняя кобра у меня здесь осталась. Давай, я в тебя верю. Сделай это. Да. Так, ребята, это была последняя кобра. Теперь титаны, ребята. Это теперь титаны, которые тоже имеют капец как много жизней. Даже, смотрите, всего барабана не хватило, чтобы сразу уничтожить первого же титана. Так, ладно, давайте второго, 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 второго уничтожаем. Отлично. Ну, пока что, ребята, я держусь. Как получится, я не знаю, ребят, потому что здесь всегда полный рандом полнейший. Причем рандом, ребята, это уж правда. Так, толпа. Просто толпа. Смотрите, титаны в 20 уровне. Еще и самым крутым последним скином. Так, 11-я волна начинается, ребята. Там уже 11-я волна. Там, по-моему, едут Тесла, что ли. Я уже не помню, кто там точно едет. Ну, короче, это полная жесть. Давай, последний. А, тут 5. 5 еще, нет. 6, ребята. 6 титанов, мне кажется, у меня без вариантов. Блин, они еще и в меня попадают, ребята. Они еще и в меня попадают, потому что стреляют очень высоко. Капец просто. Это полная жесть. Все, ребята, да. Походу, в меня попали. Пробили, короче, оборону 956. На самом деле, я мог еще выстрелить, но не успел. 956 очков я набрал. Мог набрать на самом деле больше. И на каком я месте? На 40-ом. Офигеть, ребята. Здесь челы набирают просто. Смотрите, 995, 997. Как они это делают, я не знаю. Но я получил, что на 40-ом месте. Вот такой интересный крутой ивент. Поиграли с вами на крутых сегодня боссах. В следующий раз, возможно, поиграем на других. Если тебе понравился этот ролик, посмотри один из моих предыдущих роликов, где все 24 танчика сражались против босса «Удар Грома». С вами был Артемен. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok